Мы с вами изучаем вопрос «Кто такой Бог?» И мне самому очень нравится эта тема. Я черпаю для себя много интересного из нее. Мы уже рассматривали под тему «Кто такой Бог?» Если он вообще существует, и «Кто такой Бог, если он допускает страдания?» Это жизненные вопросы, возникающие у нас. Сегодня же мы пойдем дальше и будем говорить о том, кто такой Бог и как вы его называете. Я бы вам посоветовал прослушать две прошлые программы для людей, которые ищут Бога и задаются этими вопросами. Данные программы будут очень полезны. Посоветуйте им посмотреть их. Я намерен, в последнее время много раз произносил слово «Бог», потому что в этой программе мы будем об этом говорить, кто такой Бог и как нам его называть. Мы поговорим сегодня о его имени. Когда вы говорите с людьми, они часто упоминают Бога. «Бог то», «Бог все». Они ругаются, упоминая имя Бога в суете. Они говорят «Бог сказал то» или «Бог сказал это». То есть о Боге говорят всегда. Но в действительности Бог — это очень обобщенное понятие. Так же, как и понятие «человек», например, или «животное». И в этом же ряду стоит Бог. Это можно сравнить с тем, если бы вы ко мне обратились и сказали «Человек, помоги мне, пожалуйста». Или же «Спасибо, человек». «Бог, помоги мне, пожалуйста». «Бог, спасибо тебе». «Человек, помогите мне, пожалуйста». «Спасибо, человек». Как это вам? Как это звучит для вас? Ну, вот, например, если я к вам сейчас подойду здесь в зале и скажу «Человек, встаньте, пожалуйста, и дайте мне руку». Нам, во времена, короны нельзя, конечно, но само по себе это звучит странно. И вот так же мы общаемся с Богом. Даже животным мы даем клички. У собак и у кошек есть клички. Даже у золотых рыбок и у хомячков они есть. А к Богу мы обращаемся просто Бог. А кто-то обращается к Богу «Господин». Звучит немного религиозно, «Господин Бог». Но это в сущности функции или же его должность. Это положение Бога. Звучит так же, как если бы вы мне сказали «Человек, пастор». Вы же мне так не говорите, правда? Или же если вы скажете «Премьер-министру», «Премьер-человек». Нет, мы же говорим «Премьер Рутте». Мы называем его по имени. Имя для каждого человека звучит как музыка. Я думаю, что Кору будет приятнее, если я назову его по имени «Привет, Кор», чем если я скажу «Привет, человек». Как вы кого-то называете, показывает ваши с ним отношения. Бог — это тоже личность, с которой у вас складываются определенные отношения. Я хочу лично на себе показать, как же меня называют. Я женат на Илоне уже 22 года. Она называет меня иногда «Питер», иногда «Милый», иногда «Дорогой». Но если она говорит мне «Эй, Пауэ», то я знаю, что сейчас услышу о себе много интересного. Я вижу, что вы мне всекиваете в зале. Вам тоже это знакомо. Тогда действительно что-то идет не так. Вы сами это знаете. Для детей я папа или пап. Или иногда они тянут «Пап». Внуки зовут меня дедушкой, или иногда «Дедушка». Тогда за этим протягиванием скрывается ожидание того, что дедушка сделает для них что-то интересное. Когда я прихожу в другие церкви, то я пастор, пастор Пауэ. Когда они узнают меня немного лучше, то я пастор Питер. А в магазине меня называют «Господин» или «Господин Пауэ», если они знают мою фамилию. Когда я бронирую столик в ресторане, меня приветствует «Господин Пауэ». Или же если они меня знают, называют меня «Питер». То, как люди меня называют, отражает степень близости нашего знакомства. Насколько тесно мы общаемся. Например, если кто-то меня раньше по роду знакомства называл «Пастор Питер», но когда мы начинаем дольше общаться и узнаем друг друга лучше, то человек называет меня только по имени. Отношения стали более близкими, и он стал называть меня только по имени. То, как к нам обращаются люди, отражает наши роли. Мы супруги, дети или родители. Клиенты. У нас есть определенные роли, должности, функции. Вопрос напрашивается сам собой. Как же нам называть Богом? Как Он хочет, чтобы мы Его называли? О каком Боге мы с вами говорим вообще? Скажем так, как хочет, чтобы наш Бог, которому мы служим, чтобы мы к Нему обращались? Давайте вместе глубже разберемся в этой теме. В переводах «Быция» на нидерландский язык, да и на многие другие, было опущено очень много имен Бога. Оставили лишь Бог, Господь, Всевышний. А вначале сотворил Бог небо и землю. Это мы видим в нашем переводе, самой первой главе Библии. Мы даже не знаем, какие имена упоминаются в оригинале. «Вначале сотворил Бог небо и землю, нашу Вселенную». В оригинале же написано, «Вначале сотворил Всевышний небо и землю». То есть в самом начале, еще до времен Авраама, Бог был Всевышним, а во времена Авраама стал Бог Всемогущим. Он открыл нам еще одно свое имя. То есть Бог дал о себе знать, что Он Всевышний, нет никого выше Его. Если есть другие боги, то они подчиняются Мне, и они созданы Мной. Он добавляет, что Он есть Всемогущий. Он может все, Ему все подвластно. Углубляясь дальше в Библию, мы выходим на Моисея. Моисею Господь говорит, «Аврааму я не открыл имени Моего. Ему лишь известно, что я всемогущий. Но тебе, Моисей, я открою мое имя. Новое откровение. Я открою тебе, кто я есть. И с именем Его Моисей совершает еще больше чудес, и ему открывается еще больше знаков. Имя представляет его власть, его авторитет. Это имя Всевышнего и Всемогущего Бога. Мы сами, когда хотим представить кого-то или решить дела за кого-либо, говорим, «Я звоню от имени такого-то и такого-то». И тогда нам отвечают, «Хорошо, мы знаем, кто это. Сейчас все уладим». Вы приходите в ресторан, и вам задают вопрос, «На кого забронирован столик?» Вас спрашивают ваше имя и фамилию. Один раз я не мог забрать свою машину, потому что мое имя неверно написали. Пропустили одну букву. Именем Всевышнего совершает Моисей великие чудеса. То есть знать имя Господне очень важно. Это дает нам право встать именем Его и действовать от имени Его. Давайте вместе почитаем из главы Исхода. «И сказал Моисей Богу, и сказал Моисей Всевышнему...» Обращение Всевышний уже ближе, в то время как одно слово Бог обобщает и отдаляет его от нас. Мы чувствуем дистанцию. Богом некоторые даже ругаться могут, упоминая его имя. Мы так не делаем в нашей церкви. Но от других, бывает, слышим, ругательства такие. Так вот, в Исходе сказано, и сказал Моисей... Сказал он Богу, «А вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Послушайте, Всевышний Бог отцов ваших, «Не только Всевышний, но Всевышний Бог отцов ваших». «У ваших предков был Бог, самый высший из всех богов ваших предков». Вот об этом идет речь. Он послал меня к вам. И как же его зовут? Как мне представить его? «Я есть существующий». Бог сказал Моисею, «Я есть существующий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым». «Сущий, Иегова Всевышний». Послал меня к вам. У Бога есть имя, имя Иегова. В Библии так и сказано «Иегова». Иудеи не стали упоминать его имя. Они ходили вокруг да около, обходили этот вопрос. Поэтому никто толком не знает сейчас, как правильно произносить «Иегова». И появилось много разночтений. Можно сказать «Иегова» или же «Яова». На мой взгляд, «Иегова» звучит немного религиозно. Но нам так привычнее. Так скажи всем сынам Израилевым существующий. Иегова Всевышний послал меня к вам. Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Он послал меня к вам. Что это нам говорит об Аврааме, об Исааке и Иакове? Какое место занимал Бог в их жизни? У Бога есть свидетельство, что трое для этих мужчин и их семей Бог стоит на самом важном месте в жизни. Бог свидетельствует здесь о людях, куда они его поместили в своей жизни. Было бы прекрасным, если бы Бог сказал о нас. Я для него Всевышний. И он говорит Аврааму, Бог твоих предков Всевышний, Бог Авраама и Иакова. Он послал меня к вам. Это мое имя навеки. Это имя мое для всех поколений. От начала времен и до их конца. Иегова есть то же самое, что и Я Есмь существующий. Иегова означает то же самое, что и Я Есмь существующий. Если вы, например, спросите здесь кого-нибудь, а кто он, то вам ответят, его зовут Питер. Иегова же означает, он есть существующий. Он тот, кто он есть. Я зачитаю этот стих еще раз. Бог сказал Моисею, я Есмь существующий. И сказал, так скажи сынам Израилевым. Существующий или Иегова послал меня к вам. Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова послал меня к вам. Когда вы понимаете толкование этого стиха, то вы чувствуете всю глубину и важность его, когда читаете его вновь и вновь. Он есть существующий. Он такой, какой он есть. Всевышний послал меня к вам. Бог здесь представляет себя. С одной стороны, он являет доказательство Аврааму, Исааку и Иакову. И в то же время все знают, кем были Исаак, Авраам и Иаков. Все их знали. Все знали их истории. Они знали истории о победах Авраама. Им были знакомы истории о том, как Исаак раздобыл пищу и во множество раз приумножил урожай во времена кризиса, во времена голода. Известно всем было и о том, как Иаков все оставил позади, как его предали, а Бог щедро вознаградил его после всего. Люди знали истории о них, как Бог послал им победу и благодать, щедро одаривал их своей милостью, одарил их возможностью влиять на людей. Они знали истории о лжи, предательстве, связанные с Авраамом, Исааком и Иаковом. Бог всегда был на их стороне. Он им был верен. Он их одарил процветанием и богатством, милостью своей. Он сделал так, что Авраам и Сара, которым было уже 80, снова стали молодой парой. Что же это означает? Таков наш Бог всемогущий. Если Он смог так изменить жизнь Авраама, то и вашу жизнь Он в состоянии измениться. Если Он жизнь Сары смог измениться, то и вашу жизнь Он тоже может измениться. Если жизнь Исаака Он изменил, то и вашу тоже сможет. Это наш Бог. Наш Всевышний. Я хочу задать вам следующий вопрос. А вы сделали Бога из Библии? Бога Авраама? Бога Исаака? Бога Иакова? Бога Израиля? Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа? Вы Его сделали Своим Всевышним? Занимает ли Он самое высокое место в вашей жизни? Когда Моисей многими годами позднее стоит у той же горы, он знает уже, кто такой Бог. Он знает Его имя. И вот Он говорит Богу Иегове. Я знаю, кто ты. Но позволь мне сейчас увидеть, каков ты на самом деле. Позволь мне увидеть все твои качества. Позволь мне встретиться с тобой. Позволь мне увидеть твое великолепие. Позволь мне узнать все, что ты можешь. Давайте заглянем в главу Исход. Я бы сказал, что это глава от Иоанна из Ветхого Завета. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородно, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это ветхозаветный вариант стиха, по моему мнению. Так давайте же посмотрим. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь, Господь Бог, человека любивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Говоря нашим языком, «И сошел существующий, тот, кто есть в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел существующий, тот, кто он есть пред лицом его, и возгласил, существующий, существующий, тот, кто он есть, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный Бог. Он существует так же, как есть в этом мире люди и животные. Он есть. Он повторяет здесь «сущий, сущий, сущий, сущий», тот, кто он есть, и это и есть Бог. Он Бог из Библии. Он говорит «Я милосердный». Обратите внимание на следующее. Слова стоят в определенном порядке. «Человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех». Я считаю, что это трудно для восприятия, но не оставляющий без наказания, оказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Ничего себе, вы тоже прочитали это? Это звучит довольно тяжело. Бог, не оставляющий грех без наказания и наказывающий третье и четвертое поколение детей за них. Что же здесь сказано? То, что мы только что прочитали? Или же еще что-то скрыто за этими строками? В этом весь вопрос. Давайте погрузимся в изучение этого стиха. Мы видим, что качества Бога перечислены в определенном порядке. Он милосердный в самом начале. Здесь «человеколюбивый» — это слово «действие», активное слово. По сущности, так же, как мать тревожится о нас, своих детях, так же, как мать тревожится о младенцах. Я не знаю, как вы, но когда наши дети были младенцами, сейчас они уже выросли и живут отдельно, но я просто в то время в обморок падал, но Илона просыпалась от малейшего писка. Сейчас я никогда не слышу, что дети домой пришли, а Илона слышит щелчок с замка входной двери и знает, что они дома. Илона — человеколюбивый, тревожится о своих детях. То есть Бог тревожится о людях, так же, как мать о своих детях. Следующее качество — он милосердный. Милосердие — это человеколюбие в действии. Это означает что-то делать с чувством человеколюбия. Ведь человеколюбие — это тоже чувство, которое сподвигает вас к действию. Иисус действовал из человеколюбия. Он воскрешал мертвых. Он действовал. Он говорил с народом Израиля. Человеколюбие заставляло его действовать, а милосердие дарило людям вокруг него благо. Он исцелял их. Ситуация в Сирии может вызывать у вас беспокойство. Но милосердие — это когда вы раскроете свои карманы и поделитесь с людьми, подарите им благо. Люди не просили вас об этом. Может быть, они этого не заслуживают. Но они получат благо, потому что мы тревожимся, и мы действуем, и дарим милость свою. Следующее качество — он долготерпеливый. В других переводах сказано, он не скорый на гнев, он злится медленно. Мы часто слышим, если что-то случается, да и на телевидении, везде мы слышим фразу, «Бог наказывает сразу». Если где-то есть неправда, то это именно тот случай, «Бог не скор на расправу». Ведь Он есть существующий, Он — человеколюбивый, Он — милосердный, и Он не скоро гневается. То есть, когда кто-то говорит, «Бог скор на расправу», то это ложь. Бог не наказывает сразу. Если бы это было правдой, то сегодня в зале никто бы из нас не находился. Бог уже шесть тысяч лет проявляет церпение в этом мире. И то, что Он послал Иисуса в этот мир, не означает, что Он зол. Что Он хочет наказать нас, но чтобы спасти нас и этот мир. Если есть здесь кто-то, кто не скор на гнев к расправам, то это наш Бог, наш Иеговы, существующий, тот, кто Он есть. Интересно то, что на протяжении всей Библии идут красные линии темы, что люди считают, что Бог недостаточно быстро вмешивается. Когда нужно наказать врагов. Почему Он не вмешивается? Он ничего не делает. Почему Он позволяет моим врагам действовать? Почему Он ничего не делает? Они находят реакцию Бога слишком медленной. Им хочется, чтобы Бог преподал урок. Но Бог не скор на гнев и расправу. И Он этого не делает. Им кажется, что Он слишком медленный. Иона идет в Неневию. История Ионы. Все мы ее знаем. Иона во чреве китовом. Иона, сбежавшая от Бога. Вопрос в том, почему Иона сбежал. По какой причине? Причиной побега Ионы послужило то, что он знал о том, что Бог не скор на расправу. И что Бог, человека любив и милостив, поэтому он избежал. Давайте прочитаем вместе. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Это было, по его мнению, в корне неверно. Так не должно быть. Мы другими словами можем сказать, но я не буду их здесь произносить. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? То есть до того, как он бежал. Потому я и побежал. То есть Бог, я знал, что ты сделаешь. Я решил, что Бог не будет этого делать. И я сделал так, чтобы Иегова не смог поступить так, так как он существующий. Поэтому он и побежал. Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедстве, что ты думаешь наслать неневитянам. Поэтому я и убежал. Потом ты слишком хороший. Эти неневитяне заслуживают хорошей трепки. Их нужно просто-напросто сравнять с землей. Я знал, что ты этого не сделаешь, поэтому я и ушел, чтобы тебе не удалось сделать того, что ты хочешь. Он сказал, ты сожалеешь о бедстве. У Бога есть чувство. Он планировал серьезно встряхнуть всех там. И вот сейчас Бог сожалеет о бедстве. Мы читали в Библии, что Бог сожалеет о том, что Он создал людей. А как же это понять? У Бога есть чувство. Он занимался своим проектом. Он придумал план. С помощью Создателя мира и людей навеки изгнать зло. Он начал свой проект. А мы, люди, все превратили в хаос. И вот Бог, как многодетный отец, сидит и думает, что же я наделал? Зачем мне все это? Если бы я заранее знал, то все семеро на свет не появились бы. Может быть, только двое. Зачем я все это начал? Мы все еще любим наших детей. Но когда Он увидел весь этот хаос, Он сказал, зачем же я все это начал? А вот и у Бога была та же ситуация. Он в порыве отчаяния сказал, зачем же я все это начал? Ох уж эти люди. Но Бог добрый. Бог добрый. И Он говорит Ниневитянину, я отец, я разгневался и сказал, что полностью уничтожу их. Но знаешь, это вообще-то мои дети. И они останутся ими. следующее его качество, Он щедр на милосердие. Он уладит все для нас, и добро, и зло. У Него добрые мысли, и добрые планы для всех людей. Иеговы источает добро. Иеговы источает добро. Оно в нем, в избытке. Посмотрите на мир. не мыли благословлены его богатством. А следующее, Он верен. А верность — это любовь. Поэтому мы любим и клянемся верности друг к другу. Если вы верны кому-нибудь, вы любите его так любите, что в богатстве, в бедности хотите оставаться рядом. Измена же — это неверность. Вы больше не верны своей любимой. Вы разрываете эту верность. А неверность делает ваш брак недействительным. Люди все это понимают. Нужно начать с самого начала, чтобы заново построить веру и доказать верность друг другу. Павел же говорит о Боге, даже если мы не верны Ему. Он остается всегда верен нам. Бог есть Тот, Кто Он есть, существующий, и Егова, Всевышний, и Он не ищет разделения, даже если мы изменяем Ему с другими богами, своими идеями, и не ставим Его на первое место. Он всегда остается верен нам, только если мы Его оболгали и оттолкнули, сказав, что «Мы не знаем, кто Ты есть, только тогда Он покинет нас». Перейдем к последнему стиху. «Сохраняющий правду, являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий, без наказания, наказывающий вину отцов в детях, и в детях детей до третьего, и четвертого рода». Это тысячи родов против четырех поколений. Даже для четырех поколений Он еще добр. Это выглядит тяжело, и может, так оно и есть, но, может быть, мы что-то упускаем. Посмотрим, что можно еще сделать. Давайте я объясню. «Представьте себе, Бог благословляет тысячу ваших поколений, но наказывает грех в третьем и четвертом поколениях. Представьте, что множество грехов и то наказание, следующее за ними, мы притягиваем сами. Например, молодая семья с детьми. И вот отец изменяет матери. Он оставляет детей матери и больше своей семьей не занимается. Его просто нет. Он ушел. Ужасная ситуация. Брак распадается. Дети надломлены. Бедность. Самое худшее. Дети попадают в приют или в приемную семью. Отец страдает от последствий. Дети страдают от них. А когда у этих детей появляются свои дети, то это еще и на них отразится. Они скажут, «Я не буду таким, как мой отец и мать». Это мы все иногда говорим. До того, как вы самих себя услышите и сами увидите, как вы говорите и поступаете. А вот так же поступаю и я. Хотел бы по-другому. И вот мы мечемся в другую сторону, чтобы компенсировать то, чего не хватает нашим детям. Наши дети так же будут метаться, компенсируя то, чего не хватило им. И это и есть последствия одного греха, отражающиеся на четырех поколениях. До тех пор, пока это не разрешится, пока не выровняются эти поколения. Бог же говорит, «Я благословляю не четыре поколения, но тысячу, даже дети, страдающие от греха своих предков». Даже этим детям Он говорит, «Я и Егова». «Я Бог и хочу благословить вас. Я хочу дать вам все необходимое. У меня добрые планы для вас, добрые мысли. Наш Бог просто добрый». Вот и все. Он просто добрый, и это так прекрасно. И вот после Моисея пришел сам Господь Иисус, прямо с небес. Это Его имя, Мессия. Его сделали способным спасти нас. Спаситель, избавитель, освободитель, исцелитель, кормилец, жизненное изобилие. «Я путь, я свет, я истина, я жизнь». Иисус — это Его имя. Иисус Христос — это Его имя и призвание. Он нас освобождает. Иисус есть Господь. Иисус — это Спаситель, наш Всевышний. Поэтому во времена римлян Его и распяли. Бросили в пастель вам, если так можно выразиться. Поэтому Он — Спаситель. Он — Всевышний. Император был Всевышним. Поэтому Павел говорил, никто не называет Иисуса Спасителем, лишь Дух Святой. Люди были осторожны. Так можно было сказать лишь тогда, когда у вас поселялся Святой Дух. Вы были исполнены им. Это был символ веры, который мог стоить вам жизни. И все, что у вас было, вы теряли. Иисус принес нам следующее откровение. Иисус познакомил нас со Всевышним, нашим Отцом. Нашим Отцом. То есть, как вы зовете Богом? Называете ли вы Его Бог? Или же вы называете Его Всевышний? Всемогущий? Называете Его Иегова? Или зовете Его Отец? Наш Создатель. Видите, все зависит от того, какие у вас отношения с Ним. Если вы далеки от Него, вы называете Его Бог. Бог то и Бог это. Если вы живете немного по Ветхому Завету, то вы называете Его Иеговым. Но у нас, у христиан, есть Новый Завет, Откровение Иисуса. Мы называем Его Отец. Представьте, если бы мои дети называли меня Господин или Пастор, звучало бы странно. Я так думаю. Но Бог, в Которого мы верим, Отец наш, Всевышний, Он всемогущий Бог. Он существующий, Он иегово. А Иисус, это Его имя. Это наш старший брат. Он Христос. Он тот, кто за нас, кто с вами. Отдал свою жизнь, придя в этот мир, искупив наши грехи перед Отцом. Мы отпразднуем вечерю хлебом и вином. И мы сделаем это вместе с нашим Отцом. Мы знаем, что Отец нам каждый день дает хлеб насущный. Мы не просим его каждый день. Отец, нет хлеба, дай нам его. Нет, у Отца есть хлеб для нас, и мы принимаем его. И мы знаем, что это хлеб исцеления. Молясь нашему Отцу, мы просим Его простить нам грехи, как мы прощаем должникам нашим. Все Его обетования сбываются. Он говорит нам «Да и аминь». У нас есть Царство Божие и Его сила. У нас есть благодать Его на веки вечные. Отец, Ты наше небо. Ты Всевышний, имя Твое свято. Ты всемогущий, воля Твоя сбывается на небесах. И мы просим Тебя, да пребудет воля Твоя здесь, на этой земле. Дай нам хлеб насущный, хлеб, исцеляющий во имя Христа. Отец, если мы примем этот хлеб, сделай наши тела и наши помыслы чистыми, ну а теперь возьмите хлеб, еще возьмите бокал. Прости нас. Отец, так же, как и мы прощаем людей, сделавших нам зло. освободи нас. Просим Тебя, освободи нас из-под власти дьявола, держащего нас в болезни и в слабости. Ты нас полностью освободил, и мы благодарны Тебе за это. Ты всемогущий и всесильный, и Твоя благодать во всем, во веки веков. в Тебе и в Иисусе все наши обетования, наши, да, и наши, аминь. Так давайте же за это выпьем во имя Господа Иисуса Христа. Иисусе Христа. Продолжение следует...